Светлана Бедовская несколько лет не могла решиться на операцию. Стеснялась. Было страшно довериться незнакомому лечебному учреждению. Но как только узнала об открытии проктологических коек, Видновской районной клинической больницы, наконец решилась. И не пожалела. Доктор отличный. Вообще на пятерку. Весь персонал очень хороший. Все действительно такие доброжелательные. Я желаю каждому, наверное, обратиться на первом все-таки этапе. Не стесняться. Все мы через это проходим. Да, я считаю, это, наверное, правда, у каждого второго. Поэтому не стесняйтесь, не бойтесь. Идите лучше пораньше. Ее соседка, будущий юрист Анастасия Калинина, Также быстро идет на поправку и благодарна медикам. Я начала сразу гулять потихонечку. Не хочу лежать. Доктор очень хороший. Все доктора тут очень хорошие. Очень внимательные и заботливые. Помочь с чем-то. Да любое. Все, что угодно. Помогает всегда им. В начале июня в первом хирургическом отделении в РКБ появилось 10 проктологических коек. Раньше в больнице выполняли лишь экстренные операции этого профиля. Теперь же могут проводить плановые хирургические вмешательства. Это те же колоректальные свечи, те же геморрои, те же копчиковые кисты, полипы прямой кишки, внутренне-наружные геморрои, как я сказал. Это входит в малую проктологию. Потребность в таких койках в РКБ назрела давно, ведь проктологические болезни очень распространены. С геморроями и последствия скрытых парапрактитов, которые переходят в сечевую форму. Также часто попадают нам женщины из перинатального центра, где на фоне беременности у них осложняются наружные или внутренние геморрои. Операции проводит врач-колопрактолог Анзор Кагерманов, который трудится в РКБ уже 13 лет. Пациенты говорят, это профессионал своего дела, ради которого стоит приехать лечиться даже из другого города. Здесь очень хорошие врачи, особенно Кагерманов Анзор Хандулаевич. Именно хотел к нему попасться и, слава богу, попал. И все, вчера сделано, сегодня уже стал ходить, могу легкая рука. Спасибо всему коллективу. В течение этого года медики ожидают поставку новейшего оборудования, которое позволит минимизировать объем оперативного вмешательства, а пациентам поскорее восстановиться. Это прежде всего гармонический скальпель и лазеры. Будем развиваться. Планируем, конечно, и дальше расширять коечный фонд. Планируем дальше и расширять объем оперативного пособия. Начинать всегда тяжело, но надеюсь, мы справимся.